ЧАЛЛЕНДЖ ТАЙМ Прошлый раз, когда я делал в Нор, прикопались авторские по поводу музыки, поэтому мы... Интересно, мышка за границу экрана вылетает на второй работе стол. Я поставил русскую озвучку еще даже. Я играл с английской озвучкой с русскими субтитрами, поэтому посмотрим, лучше не лучше. По-другому фигу. Чего вам-то, может быть, разницы не будет? Я не могу сейчас уйти. Тут еще есть чем заняться. Ну, пока непонятно. Может, как-нибудь сделаем серию, вернем озвучку, какая была. Похоже, кому-то нужно срочно выпить кофе. Да уж, без вопросов. Вот, держите. Ну, мне хоть озвучивать не надо. Это как раз в тему. Знаете, вы не такая, как все эти менеджеры среднего звена, мисс Макферсон. Вы мне нравитесь. Так, я не помню. Левая клавиша, по-моему, это типа вперед, а правая, по-моему, это на отвлеченные темы, так сказать, поговорить. Держитесь. Как вам эта долбанная погодка? Ну, что за дерьмо? Вчера ведь было плюс 15. А этот вонючий снег, откуда? Вы посмотрите, как дерьма она падала. Знаете, сколько я сюда добирался? Долго. Ну, что тут у нас? Как всегда? Да, опять тоже дерьмо. Анонимный звонок. Ни одного свидетеля мертвая девчонка. Эту порвали посильнее, чем остальных. Я, как только сюда приехал, сразу решил, что это работа вашего парня. Так что я не стал никому докладывать. Я... Я позвонил Миллеру. А кто еще из наших успел сюда добраться? Миллер? Минут 10 назад? Еще Клэр сразу после него. Значит, Миллер первый сюда добрался. Он что, опять? А то. Клэр там совсем озверела. Выкинула его в коридор. Да, знаете, с такой озвучкой все-таки. И с такой мимикой. При этом это что-то жуткое. Я, наверное, вернул озвучку, какая была. Где у нас место преступления? Подъезд вверх по лестнице и направо. Миллера совсем заколбасило. Он там обнимается с холодильником. Мисс Макферсон, вы там поосторожнее. Я в этот гадюшник только заглянул, и то укол от столбняка делать придется. Ясно. Пойду поднимусь, посмотрю, как там Миллер. Хорошо, агент Макферсон. Вы там поосторожнее. У нее для ее типажа слишком мягкий голосок просто. И меня это, если честно, расстраивает. Вы знаете, что сейчас? Мы сохранимся, я выйду и я уберу, нахер, озвучку. Ну, в жопу. Так, мы продолжаем. Ну-ка. Во, вот это ближе к истине. Чувствуете разницу? Мы ж не на улице разбитых фонарей все-таки. Не помню, Нью-Йорк это Чикаго или что это, или Бостон какой-нибудь очередной. Так, тут, по-моему, у нас ничего нету. А вон и Миллер. Так, нам туда не надо, по-моему, пока. Ух ты, ты мне напоминаешь, у меня был один случай еще в Академии. Я однажды решила пробежать полосу препятствий после обеда. Все вылетело, даже завтрак. Омерзительная смесь из гренок с яйцом и пиццей. Весбот. Если ты пытаешься мне помочь, то это без толку. Вот, держи, может, так оно легче пойдет. А может и нет. Миллер, тебе пора с этим завязывать. Ты с трупами не дружишь. В следующий раз ты лучше нас подожди. Хватит нам портить улики переваренными пончиками. Да, понял, агент Макферсон. Кстати, хватит назвать меня агент Макферсон. Пожалуйста. Просто Виктория. Этого вполне достаточно. Договорились? Ну, вас понял. Виктория. Что ты можешь мне сказать? Этот наш парень постарался без вопросов. Жертва лежит в старой Ване. Она вмежла в лед. Я не очень рассмотрел. Слава богу. Так, из-за нездорового любопытства, где тебя прорвало на этот раз? Меня вывернуло в толчок. Мы можем сменить дему? Мамочки, 2-0 в нашу пользу. Клэр, наверное, прыгает от радости. Я очень счастлива сейчас. Вообще-то нет. Она думает... Я думаю, она меня готова убить. Она обещала меня приезжать к твоему джипу протащить по улице. Да, с чего бы. А где Клэр? Знаешь индийскую пословию «сиди на запах»? Найдешь бледно-лицую жирную женщину маленького роста. Слушай, Миллер, мне не до шуточек. Ладно, извини. Она в ванной по коридору до конца и налево. Она возле трупа. Я думаю, она захочет, чтобы ты осмотрела остальную квартиру. Вот, возьми фотоаппарат. Клэр, возьми камеру. Клэр меня видеть не может. Так что фотографии тоже тебе придется делать. Какой он угловатый. Замечательно. Ладно, держись. Я скоро. Но слышите? Ей подходит этот голос. Не здравствуйте, я работаю здесь. Люси, тебе придется кое-что объяснить. Не так, как будто она с универа только пришла. Крыска, привет. Че как? Там, к этому вернемся. Привет, Клэр. Ну, какие у нас здесь проблемы? Дай-ка, прикиньте, у меня есть тот идиот, который забрёвал место преступления. Мне не хватает людей, потому что работаю по праздникам, кроме меня драков нет. А себе все на свете отморозило. Труп вмерз, лед и что там еще? Тогда я знаю, что тебе нужно. Кофе? Да, спасибо. Не знаю, что ты у меня была лучшей студенткой. Ну, знаешь, вы бы с Миллером полегче, что ли? Полегче? Я второй раз должна копаться его в блевотине, чтобы проверить, нет ли по ней важных улик. Полегче? Да как бы не так. Чем я могу помочь? Отпоритесь, собери все улики, ки найдешь. Я и так уже кучу времени провозил с этим телом, чтобы труповозка сразу смогла его забрать. Сама знаешь, как они могут дерьмом изойти. Кажется, я когда входила, видела кровь на полу. Начни с этого. Потом поищи еще что-нибудь. Не забудь, перед чем что-нибудь взять, сделай снимок. Чтобы зря не мучиться, возьми мои инструменты, чемоданчик на кухне. Если ты место можешь так назвать, когда соберешь улики, возвращайся, поможешь мне здесь. Вы же знаете, я агент, а не криминалист. Это мне слегка не по зубам. Есть что-то, что не по зубам Вик Макферсон? Это пять. Откуда такие мысли? Не знаю, похоже, у меня пора в отпуск. Деточка, ну не всякого же можно поймать на первых трех жертвах. Я знаю, знаю. Спасибо. Не стоит. Клэрис. Прикрати. А, кофе последний для нажа, по-моему, да? Херась, это его пьешь залпом. Чуть тепленький, что ли. Палочки, стеклышко, пшикалка, пленочка. Все, я готов снимать. Уходи, я готов снимать селфи в ванной. Так, вот все вроде, да? Может быть, я должен начать looking for clues. Так. Так, так, так. А это выход туда? Начнем с этой комнаты. Первонаперво, что я помню. Давай я помню. Украсили квартиру к Рождеству. Да. Хотя там больше так, хорошее это самое, рождественское украшение. Есть волосы и волокна ткани. Так. Да. А ты что, не догадалась сама? Чпок. Так, теперь мы берем шипчик им. Волосы. Тут, по-моему, больше ничего не было. Вот я эти, по-моему, очень долго искал. Первый раз. Так, я не помню. Раза два я, по-моему, проходил. Похоже, это там мытые следы крови. Давай, исход. Че нет-то? Волокон для крови. Сперм нет? Так, тут, по-моему, что нет ничего, кроме этого. Так, вот здесь мы, по-моему, можем это поставить. Вот эту штуку, по-моему, это ультрафиэль этого хреновина. Так, давайте кровь посмотрим. Я не стану против образа здесь, смакая в лужу палец. Мне нужен инструмент. Почему? То есть, ты автоматом это, да? Вот это нам было штукой воспользоваться. Чпок. Похоже, наш убийца прибрал за собой. На, вот сюда, наверное, пси-пси надо деть. Убежище. Что за? Я хочу... Блин, надо вернуть перевод обратно. Как они это перевели. Что за? Что за? Так. Ну, как скажешь. Не знаю, палочкой там не надо, типа. Ну, вроде все, больше и мы. Ничего здесь не можем. Так, заберем нашу фиговину. Такая корова нужна самому. Вот здесь, вот, можно тоже сюда пихануть. Ну, господи, догадалась бы, где мы сделали, сделай и второй. Так, вот еще кровь. Ты просто хотел, чтобы ты подошла. Успокойся, женщина. Так, нет, подожди. Вначале снимок. А вот теперь уже макаем. Да, убивать труднее становится с каждым годом. Что-то, кстати, граффити выглядит очень эффектно. Не будешь фоткать? Постоянно это самое. Всякие штуки улучшает. Ток-то дактилоскопию изобрели. Вот там ДНК с кровью. Целое дело. И все равно этого бывает, правда, мало. Нет. Давай скажем, что мы все. Я уж не знаю, мы все. Я все. Отлично. Отлично. Сложи все, что нашел, а мой чемоданчик и приходи. И ты мне еще нужна. Спинцетик оставила. Смотри. Ущипываться, видимо. Все готово и аккуратно упаковано. Дайте в мою задку, да? Отлично. Спасибо тебе огромное, деточка. Что у нас дальше? Нужно сделать несколько снимков в тело перед тем, как мы начнем эти тут трогать и нарушим картину преступления. Блевый тенку, давай первая. Сфотографируем, да? Будет еще показать парням, что здесь пока немного. Скорее всего, здесь то же самое, что и с теми четырьмя. Причина смерти и утопление, но официально об этом могу сказать потом. Несколько раз ударили ножом и вскрыли брюшину. Ничто не указывает на то, что жертва оказала сопротивление. Не думай, что этому этапу преступления она была без сознания. Можешь мне рассказать, что произошло? Несчасть лучше, я сначала проведу предварительную экспертизу, а заодно сделаю анализы и улик, которые ты нашла. Я веду тебя в курс дела, как только будут первые результаты. Хорошо, думаю, теперь ты сможешь убрать тряпку с ее лица. О, ты меня балуешь. Без почки, проснуться в дешевом отеле, да? В ванне со льдом. Черт, твою мать. Господи, посмотрите на татуировки. Девочка любила боль. Назовется мне, она профессионалка. Не могу сказать почему, но есть у меня такое ощущение. Тогда она первая такая, если судить по почерку и психологическому портрету преступника. И почему в базе... А, не успел. Блин, я за пределы мышку вывел и нажал. Теперь хочется склеивать еще. Третий кусок. Ладно. Так, я зовут? С дипога документов сумочки Синтия Вудс. Можешь фотографировать ее без тряпки на лице. Я вам еще нужна? Да нет. С тобой веселее, но я все же вижу, как тебе хочется уйти. Слушай, я тут сама отлично справлюсь. Дождусь, пока ребята подъедут. Я вижу, ты... Ты так еле ноги таскаешь. Спасибо, что отпускаете. Но если я вам нужна, я останусь и серьезно. Все в порядке, дядюшка, честное слово. Я тебя еще не отпускаю. Приходи в морг за протоколом. Это я бы ни за что на свете не пропустила. До скорого. Да капельки замечательно капают. Че, мы с тобой еще можно обсудить? Вы что, правда обещали приставить филера к моему джипу? Да, и я это сделаю. Не сомневаюсь. Да твою! Запись сейчас, блин, скинулась собака. Короче, мы выходили, этот стоит тут как профурсетка, закинув ногу. Вот, и когда они собираются спускаться, лестница обваливается, он ее хватает. И он говорит, ну как, на ощупь? О, извини. Я не знаю, тут косяк какой-то, вот смотрите, не знаю, тут кто-то записался, не записался. Я не пойму, что с записью. Надо второй экран отключать. Когда вот так вот сделаем, это уже, вот так вот уже хотя бы, это уже другой рабочий стол. Так как у меня ноутбук подключен к Монику. Я буду посмотреть, как еще отсюда можно выбраться. Ладно, я подожду здесь, на случай, если Клэр решит спуститься или снизу кто-нибудь появится. Ага. Клэр тебя первого скинет оттуда. Скажет, здесь из Спарта, и, короче, нахер тебе. Тут где-то монтировочка, по-моему. Хорошая мысль, слас найти, чем оторвать эти доски. Мне очень нравится, как они здесь все устроили, вид отличный. У тебя так и прет этот сарказан из всех щелей просто. Кстати, не знаю, играли вы постмортом. Я его лично, если честно, бросил проходить. Это более ранее игра этих же товарищей. И получается, что это дедушка вот этой вот Виктории. Так, а надо спросить, может, у него Фомка есть? И не помню, где она лежит. Я пойду посмотреть. Ага. Ну ладно. Тихо, стоп, 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 там что-то... А, вот, прутик. Да, лицо себе еще, блин, разбей. А в этот прутик. Да выходи. Вот это я не люблю в курсах, это долгий... Ну, она же бегать умеет. Ну, давай, тах, щелчок. Хотя, так, одно название. Мне так нельзя. Какая догадливая, даже не надо было показывать, куда. Долго ж они забиты были. Да! Херася ты! Киборг. Кажется, придется пойти трудным путем. Да, берем просто и прыгаем, и не паримся. Главное было это сделать отдельным роликом, да. Это ж настолько эффектно прям. О, как щиплет. Хе-хе-хе. Ты же там собирался стать. Господи, Миллер, ты в порядке? Не открывай так сильно рот, как ты ржешь. Это очень жутко смотрится, мужик. Это очень жутко. Ну, как живой? А, то. С чего ему сделать? Он в порядке. Интересные переводы. Ломбард теч. Это, типа, показывает все ломбарды на карте, да? Класс. Фотик можно заложить. Слава богу, мне эту рухлядь водить не придется. Это нормально выглядит? Че за... Нет, с дзунджипом, конечно, круче, кто б сомневался. Типа, в ФБР мне эти штака все. Или мы и работаем в ФБР, или хера вы знаете, не помню. Где-то тут улики надо скинуть. Скинуть улики пока не поздно. Как это? Как это не надо? Я помню, что вроде надо. Так, че у нас тут пока ничего. Погарим с Миллером, узнаем, че у него. Эффект сделали, мерцание. Почему так долго? Ты ведь одна на джипе. Да ну, я туда даже заходить не хотела. В смысле, откуда берутся идиоты, которые покупают по два салтерейных билетов за раз? Господи. Как я их ненавижу. Я просто зашла купить жвачку. Слушай, последний раз, когда я тебя видела, ты хромал в машине. Ты в порядке? В порядке, это все мое самолюбие. Оно пострадало больше, чем я, мне так кажется. Я чуть не забыла. У тебя с твоей девушкой все в порядке? Да, конечно, забудьте. Она поняла, что тогда просто получилась путаница. Только ты больше не бери трубку, когда звонит на мой сотовый, пожалуйста. Обещаю. Действительно, так вообще не делается. И что ты собираешься делать? Я начал писать протокол, решил, что ты и так вымоталась. Знаешь, Миллер, у тебя бывают минуты просветления. Могу чем-нибудь помочь протоколам? Можешь. Мне нужны результаты, предварительная экспертиза от Клэр. Без них мне не справиться. Я к ней не поеду, она меня сосудит в холодильник для трупов и запрет там навеки. Мне еще нужны снимки, которые ты сделала. Брось, пожалуйста, камеру в лоток для улик в коридоре. Ну вот, я же говорил. Ладно, увидимся. Можно посидеть, кстати, да. Типа поработать. Ютубчик, посмотрите. У меня сообщение, да. Во-первых, карточку забираем. Без нее мы, по-моему, не спустимся в морг. Подарочек. Привет, Виктория, это Тодд. Я слышал о пятом убийстве. Да, вторым утром протокол должен лежать у меня на столе. Да, конечно. Как же иначе. Эй, эй, вот эва. Вот эва. Как она там правильно произносится? Подарочек скинуть. Вместе с фотиком охренеть. Так смотрит на лифт. Первый раз увидела. Агент Макферсон. Офицер Т. Агент Эшби хочет вас увидеть. Она ждет вас в морге. Хорошо. Но как вам удалось спустить тело вниз? Мы с эпидем посадили приставную лестницу, там, где пролеты упали. Однако, надеюсь, никто не пострадал. Никто, но я понимаю, в чем вы. В том месте все на соплях держится. Ты, по-моему, сам ковыряешь, как будто он в штаны наложил. Хой тут всякий не дают. Поработать отвлекают своими разговорами. Ну так у меня на работе только сядешь поработать, а нам б-2, значит, надо было. Так обязательно начну, то это не работает, а то не работает, блин. Тут у нас, что я не помню. Никогда не использую с туалетами без М и Ж. Больно и стрёмные. Чтобы узнать, кто виноват, звоните 555-1963. Что за бескусица. Ну, давай позвони, вдруг это наш убийца, на самом деле. А тут, по-моему, прикол есть. Довольно забавный. Реанимационный стол. Ну, извращенцы. Ну, не совсем пойму, что там за реанимационный стол. Господи, как здесь воняет. Тут на экранах ничего, по-моему, да, интересного? А, он что-то нашел. Ну, это просто камеры. Вот самое забавное в этой комнате. Мистер Дикабри. Ничего себе. Небось, сам Господь посмотрел на эти штуки и сказал, я этого не делал. Так, карточка. Че, вначале надо посмотреть? Знаете, какой код? 8, 6, 3, 5, 2. Только карточку надо сначала было все-таки провести. Так, 8, 6, 3, 2. Как нет? Подожди. А это что, у тебя не аксесс-карт? Вот. Знаете, почему я помню этот код? Очень просто. Смотрите, заходим сюда, открываем и переворачиваем. Водка. И вот по циферкам с буковками просто подбираешь. Кстати говоря, на всякий случай это гора старая. Кто знает, как она будет себя вести. Да уж, веселое Рождество, особенно для трупа. Эй, Клэр, закончила предварительные анализы? Строго говоря, не совсем, но у меня и есть, что тебе рассказать. Если есть время. Для вас всегда. Да, поехали. В крови жертвы нужно высокое содержание алкоголя. Плюс я нашла следы рафинола, который еще называет наркотиком соблазнителей. Это объясняет, почему она так и не оказала ему сопротивления. Запомнили, как называется? Все началось в первой комнате, где ее избили. Видимо, она упала в том месте, где вы нашли пятна крови. Потом ее перетащили в следующую комнату. Убийца сорвал с нее одежду и снова избил. На этом этапе, безсомненно, потеряла сознание. Он оставил ее стекать кровью на полу, пока кровь не натекла достаточно, чтобы написать послание, которое вы увидели, когда в поле с люминолом. Дисторбит, я не видел это, по-моему, послание. Билл Сингчерри. Потом убийца на пестер. Очевидно, догадался, что мы их найдем. Потом он проволок жертвы позавололся по коридору, остановился, чтобы повесить плащ. Наконец, он протащил в ванную причиной смерти утопления. Он держал голову под водой, пока не наступила смерть. Как и другая жертва, она была убита до того, как ее изувечили. И наследить на живых ранения, затем вспороли живот от грудины до самого низа. От плеча до задницы. Ну и что ты думаешь об этом? Я думаю, отдавать их он будет еще страшнее. С первым тремя жертвами он был не его почерк. Он их избивал и топил. Не так, как здесь. Думаешь, время его почерк изменится? Нет, я так не думаю. Похоже, он циклен на утопление жертв. Эта стадия для него очень важна. Нет, все резано, резано колото, и это что-то еще. Мне кажется, что если бы мы поняли, что именно мы бы ублюдка поймали. К тому же, он закрыл лицо четвертой жертвы, а теперь вот этой. Что ясно, говорит о том, что последних двух жертв он знал. Я попрошу Эльмиллера сравнить данные и подумать о последнем жертвам. Все же хотела спросить, вы ей позвонили? Позвонила? Ну, нет, не позвонила. Духу не хватает. Давай не будем сейчас об этом говорить. Конечно, только обещайте, что вы их позвоните. Хорошо, хорошо, обещаю. Трупу позвонить, правильно? А как насчет вас? У вас есть что-нибудь интересное? Я нашла частичное аппетит, которое принадлежит к ней жертве. Отлично. Отлично, не показали. А как все то, что я собрала? Есть что-то достойное внимания? Мы знаем, что наша убийца темный волос, и если это он повесил плач на гвоздь, а не так, какой мой торчок. Но это не важно. Мы усвоим этот волосок для анализа ДНК и привяжем его к месту преступления. Волокна от ткани я послала на экспертизу ФБР. Вдруг найдет на них что-то необычное, интересное. Все, дядь, я пошла. Не забудь мой протокол, написанный красивым почерком. Он на столе. Я могла проверить, как там у меня в крови с метахлорианами. Господи, ну и шуточки у меня сегодня. Она еще и гик, к тому же. Хе-хе-хе. Хелло? Хелло? Привет, малышка. Привет, папа. Папа. Я только что видел в новостях. Еще одна? Да, еще одна. Ты как там, в порядке? Да, вполне. Просто это дело мне совсем измучило. Оно разваливается на глазах. И сделать ничего нельзя. Ненавижу. Похоже, оно меня всю душу вымотает. Так, почему тебе не приехать сюда и не отдохнуть, пока этого не случилось? Большая передишка тебя не повредит. Полежи в джакузи, расслабься, приведи мысли в порядок. Кстати, Рождество на носу. У меня для тебя есть подарок. Правда? Я тоже тебе подарю то, что ты просил. Уверен, что хочешь получить этот подарок? Он такой неоригинальный. Вот-вот, это то, что я хотел. Так, ты приедешь домой? Конечно. Хорошо, дядя Чико, до встречи. Папа? Да, доченька. Спасибо. О чем ты говоришь? Не задерживайся. Знаете, сколько я с водкой промучался, а? Пока не перелеснул и не увидел, что там оказывается, есть что-то. как в Скайриме, знаете, всякие руки дракона, сзади которых ключ. Не помню, положить ему надо что-то или... Это прокол Клэрлэр. Слушай, Миллер, осталось последнее. Можешь сравнить данные по пятой и четвертой жертве? Вдруг мы что-то упускаем? Конечно, я прогонюсь через базу данных. Спасибо за протокол. Да, я... Вы все еще на дежурте? Да, долбись она конем. Любись она лошадкой. Не держитесь. Постараюсь. Там можно сходить, да, по-моему, ничего нету, можно только водички попить. Ну все, и поехали домой, по-моему. Не будем в этот раз читать прошлых жертв. Не особо пока нужно. Давай. Летящей походкой. Кто бы в жизни так бегал, да, радостно? Ломбардыч. Новый ломбард открылся. Прямо у нас на улице. Шикарно. Шикарно. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Прошу. Что же там может быть? Ты же сам это просил. Ёптель. Спасибо, доченька. Ты знаешь, как я люблю эти штуки. А это тебе. Так очень нечто мне, не знаю, километровую это разворачивал. правильный нахер. Прямо таки, да. Где ты это нашел? Я думал, она пропала. Нашел, когда убирался на чердаке. Она лежала в дедушке там сундуке. Тебе, пожалуй, туда стоит заглянуть. Такая ностальгия. Заглянуй. Спасибо за подарок, пап. Я знал, что тебе понравится. Помнишь историю, которую он нам рассказывал? Как я могу забыть? А больше всего я любил про Париж. Там столько мистики. Твоя любимая была про Лондон, если я не ошибаюсь. Да, романтическая и инстинга. Но была одна история, которую мне так и не рассказал. Та, в которой он встретил бабушку. Он всегда отказался об этом говорить. Разве это не было плохое воспоминание? Разве это было плохое? Уверен, что нет, тыковка. Но он просто не мог об этом говорить. Мне кажется, что дедушка в то время, когда встретил бабушку, потерял кого-то очень дорогого. Ему было больно об этом вспоминать. А где он встретил бабушку? В Праге, насколько я знаю. Кстати, о бабушке. Сможешь в этом году испечь ее фирменное праздничное печенье? Ну, пойдемте. Так и знала. Ох, да ладно тебе. Я знаю, спеку, не волнуйся. Отлично, все, что нужно на кухне, на столе. Ну, надо же, кто бы мог подумать. Я гляну на чердак, вдруг это пробудет приятные воспоминания. Хорошо, доченька, я буду тут. У меня на чердаке ничего, кстати, интересного. Такого нету, наверное. Вот на чердаке тихо, забери. Да, это, по-моему, чтобы в чердак. Как увидел, сразу вспомнил. Играл очень давно, ребят, поэтому не удивляйтесь. Добавят часы прозрения. Не знаю, почему эта картина мне никогда не нравилась. Кстати, это для минимум ее комнату, вы должны это видеть. Это ее комната. Очень похоже, да, на нее? Мы с Мишкой были неразлучны. Не с тебя ли сделали первую змея? Вот число. А, тут и есть чердак. А, дверца на чердак. Дотянуться. Как она там открывается? Не помню. Я думал, у нас снаружи там. Еще чуть-чуть. Сейчас вот сделаем пару этих штуковин. На этом мы серию закончим, пожалуй. Уже и спать тоже пора. Аж вот такую музыку такую сделали. Так. Напомните, как там выглядит. хладно. Еще бы вспомнить. Помните, какие-то мучения были с ним. Отлично. через жоп еще крутятся. три, четыре. Вернем, как было. Раз, два, три, четыре. Да, последовательность она понятия. Ай. Вот, почти. Вот это отдельно надо как-то покрутить. Бывает, что одни раз сейчас нажмешь и все сделается. Но, блин, надо знать, где. не наиже-то головоломка. Сбросься. Блин. Засада. А ты почему тут сбилась-то? Так, давайте выстраиваем. А, но в таком порядке. Вот. Это у нас посередине. Это вот так. Это вот так. Допустим. Или она еще в разные стороны. Как минимум два раза крутить. Ааа. на дну. Хе-хе-хе-хе. Засада. Вот это еще откуда-то вылезло, блин, не оттуда. Ненавижу эту головоломку. Так же сильно, как с печенюшками. Ай, подожди, тут было вроде нормально. не оттуда. Аааа. Аааа. Хуже кодового замка, честное слово. Прага, 1929. Со временем странных событий в Париже прошло два года. Я решил, что мне лучше покинуть город и приехать сюда. Тут спокойнее. По крайней мере, я так думал. Парижское дело вновь пробудило во мне интерес к работе частного детектива. Мне пришлось отказаться от своей мечты стать художником. Это не давало столько денег, сколько приносила работа сыщика. Все пять убитых и двое пропавших. До сих пор все жертвы были проститутками. Я еще не знал, возьмусь ли за это дело. К моему большому удивлению, этот полицейский искальник не имел ничего против того, чтобы я болтался на месте расследуемого их преступления. И сейчас мы будем играть за дедушку. Давайте сделаем начало, поговорим и мы закончим эту серию и вся завязка будет, скорее всего, в следующей серии уже. Больше спасибо, что позвали мне взглянуть. Меня зовут Густав Макферсон. Да, сейчас детектив. Я знаю, о вашей работе, мистер Макферсон. Мне в голову не приходилось, что так популярен. Я читал о вашем парижском деле, о лондонском тоже. Инспектор Скальник, полиция, Праге. Праге. Диана не вылетала вроде за экрана, все равно, блин. Херня какая-то опять сброчилась. Это пятая жертва? Да, официально. Теоретически, еще двух мы не досчитались. Теоретически? Да, вы уже знаете, что это за женщина, если они часто приходят и уходят, ни горя, никому не слух. А потом появляются вновь, как будто никуда не пропадали. Так что исчезнение меня не волнует. То есть вы начинаете волноваться только, когда они появляются в таком виде? Я понял. Перед нами рыцарь в следующих латах. Если позволите дать совет мистеру Мэгферстену, вам лучше вернуться к обычным вашим делам, искать пробавших без вести или искать страшные тайны неверных мужей. Кажется, вы только что видели меня заняться этим делом. Ушам своим не верю, Мэгферстен. Прессовет этим делом даже не заинтересуется. Никому не нужны мертвые проститутки, если они напишут, это будет об убийце и колесо трупов. Не о реальных жертвах. Сутенёрам тем более наплевать. Даже если убийцы разгуляют по улицам, они всё равно заставляют своих женщин работать. Это дело не годится для приятной беседы за обедом. Оно не принесёт никакой славы. Как я уже сказал, занимайтесь тем, в чём вы разбираетесь. Вы позволите задать вам несколько вопросов? Все жертвы были проститутками? Да. рана на шее причина смерти? Разумеется, да. Не множественные колты раны на груди? Нет. Но мы пока не совсем уверены. На теле есть другие серьёзные ранения? Да. Да, у неё раны на предплечье и спор от живот. Спор от живот? Что-то знакомое, да? Это было ужаснее всего, что ты видел в жизни. О таких кошмарах я слышал только в связи с делом лондонского потрошителя. О, Господи, это было со всеми жертвами? Да, все найдены в таком состоянии. И органы все на месте? Я не врач, мистер Макфёрсон. Понятия не имею. А в других случаях какие-то органы отсутствовали? Я таком не знаю. Кто судьбе Гасперт? Эмилия Коу-Родна. Она работает в старом часовне. Он очень... Нет, не хочу портить вам удовольствие. Эмиль. Ваша очередь поделиться. Можете сказать мне, что тут, по-вашему, случилось? Думаю, насчёт причины смерти вы правы. Несомненно, это раны на шею, удары ножом в грудь были нанесены до смертельной раны в горло. Раны на руках получены припадки самозащиты и подтверждают эту теорию. Меня так обеспокоит отсутствие крови на месте преступлений. Это, скорее всего, указано на то, что ее убили где-то ещё, не здесь. Знаете, мистер Монферст, мне не хотелось бы быть грубым, но вам надо работать. Конечно, спасибо ещё раз, что поделились информацией и был очень рад знакомству. Я тоже очень рад. Прямо-таки, да. Мне появилось ощущение, что на этом сотрудничество между мной и скальником закончилось. Он почему-то мне опасается. Придётся мне перейти на подножный корм. Ну и всё. На этом мы закончим на сегодня. А пока лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Алик Страга и всем пока.